Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать хотя бы просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли понять по названию ролика, я купил вот такой вот старый замученный дедовский запорожец за 3000 рублей. Да, дорогие друзья, он мне обошёлся очень дёжево из-за его просто убитого состояния. Просто посмотрите, как он весь погнутый. У него, получается, крышка капота или как, знаете, ребят, сказать, это вот написано «Открыть капот», но на самом деле там багажник и какая-то фанера дедовская. Вот реально бампер просто танцует и реально дед забыл фанеру свою брать, но это ладно. Потому что написано «капот», но на самом деле багажник спрятан сзади. И он находится, вот он, вот он тот двигатель от Запорожца. Вот это, да, вот это, я понимаю, машина. И почему я его взял? Ребят, я никогда не катался на Запорожце, и я подумал, почему бы его не купить и не сделать из него какой-нибудь интересный, оперский, интересный проект. Поэтому я его взял. Так что, дорогие друзья, мы сейчас будем отправляться с вами куда-нибудь до автосервиса Жорика и пробовать его починить, потому что машина очень с трудом даже едет по дороге. Он очень тяжело разгоняется, развивает скорость. Я не знаю, что это за тачка, но с помощью него даже будет тяжело нарушить права, всякие правила ПДД. Потому что он вообще, он не едет даже 100 километров в час. Это жесть, что за машина. Поэтому, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылочке в описании и играйте со мной в эту прекрасную игру МТА Провинция Онлайн. Я, если что, играю на седьмом сервере. Игрушка подняет абсолютно любой компьютер, хоть у тебя ноутбук, хоть, не знаю, компьютер. Разницы нет. Windows 7, Windows 8 тоже абсолютно разницы нет. Просто зашел, собственно говоря, и начал играть. А также, когда войдете в игру, не забывайте вводить мой промокод, который вам даст крутой бонус в размере 150 тысяч рублей. Чтобы им воспользоваться, нужно всего лишь-то, когда зайдете в игру, нажать на буковку М английскую и перейти из этой менюшки в раздел реферальная система. И вот здесь ввести мой промокод Lichitop. Вот сюда. Вот этот промокод ввести вот сюда. И все. И ты получишь крутой бонус, на который сможешь себе купить таких 150 запорожцев. Поэтому, я думаю, что такая вот штучка крутая. Давайте попробуем заполнить его до полного бака. Посмотрим, какая у него вместительность. И что он вообще из себя представляет. Этот ваш запорожец. Так, давайте его хотя бы заведем. Он едет 16 литров. Всего лишь у него полный бак. Нифига себе. Настолько маленький. Ну и надеюсь, мне этого хватит хотя бы на полдня. Потому что тачка реально убийственная. Так, фары. Хотя бы фары у него горят. Но это не страшно. Сейчас мы его починим. Поменяем. И сделаем такую тачку, что просто мама даже не узнает. Поэтому давайте сначала починим. Сколько ремонт? 400 рублей. Офигеть. Но теперь зато он будет выглядеть уже не убитым. Просто ржавым. Окей. Поэтому давайте сейчас заедем, собственно говоря, в автосервис. И попробуем сначала, я думаю, его перекрасить в какой-нибудь, собственно говоря, черный цвет, дорогие друзья. Вот так вот мы, к примеру, его сделаем черненьким вот таким вот. Берем черный цвет. Я не знаю, что из этого получится. Дальше стайлинг. Берем, собственно говоря, вот такой вот черный выбор. А хотя сидушки не нужно мне красить. Давайте сразу затонируем его полностью в хлам. Сделаем черный. Фары поставим иний. Это вот эти вот, опа, иний сразу поставили. Переходим дальше в настройки пакет тюнинга. И пробуем его, собственно говоря, прокачать на максимум. Давайте просто будем качать ему скорость. Ни управления, ничего, чисто скорость, чтобы хотя бы он 100 километров ехал. Я не знаю, получится этого или нет. Да, дорогие друзья, он будет ехать 155. Офигеть! Ну, хорошо. Давайте сразу опустим его на максимум. Высота подвески. Давайте поднимем ее вот так вот. И сделаем вот так. Дальше я вот это все куплю. И у меня остается 120 тысяч, которые я могу потратить на колеса, ребят. На колеса для него. Вот, давайте сделаем реально какую-нибудь нормальную такую мощенькую коляску. Выберем что-нибудь хотя бы не особо сильно дорогое. Но и красиво. Вот, ребят, 150... А, 150 тысяч. Мне не хватает. А есть что-нибудь, собственно говоря, подешевее? Вот, классик. Что у нас еще есть? Сторос. О, давайте вот их 60 тысяч. И вполне неплохой такой вариант. Можно их еще сделать побольше. К примеру, вот так. Но это будет уже стоить дороже. Давайте просто сделаем их белой. Вот такие вот белые. Или хотя бы... Да, 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 да. Белые, белые, белые. И попробуем это сейчас. Посмотреть, как будет это выглядеть на улице. Поэтому давайте попробуем сейчас выехать. И посмотреть, что из этой тачки... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за оперский суетологический маневр? Это просто жесть, а не тачка. Посмотрите, что за бублик у нас получился. Реально, мне немножко смешно, но тачка даже на ней, походу, можно похасанить, ребят. Давайте попробуем выехать на трассу. Собственно говоря, ее хотя бы разогнать до какого-то предела. Может, у нас что-нибудь получится. И, кстати, можно заехать даже в ГАИ и попробовать оформить на нее номера. Вдруг мне попадется какой-нибудь 0-0-0-0, к примеру. Я не знаю, вдруг что-нибудь реально такое крутое получится. Вау! Ну, дрифтит она, кстати. Нормально. Отлично. Просто балдежная тачка. Мне уже нравится. Конечно, видок у нее старый. Вау! Какая же она реально старушечка. Но давайте дадим бачка. Вот тут, ну-ка, опа-опа-опа, залетаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Красиво зашел. Красиво. И вообще не обессудьте, чуваки. Но он нормальненький так похасанил. Вау! Ну-ка, давайте-ка дальше. Попробуем разогнаться. И попробовать войти в поворот куда-нибудь к Реу-Гаи. Давайте сейчас это сделаем. Просто разгончик берем. Но, по-моему, едем немножко не туда. Сейчас опять давайте поворот налево. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Нормально так. О-о-о! Вот это я потрепал чуть-чуть фару и машину. И больно было. Это было больно. Давайте опять поворот заходим. Вот этот поворот я зашел нормально. Вот прошлый видно, что ненормально. Из-за того, что я... Уже там двигатель видно. Так, давайте, собственно говоря... Опа-опа-опа-опа. Залетаем. Как же ее сильно заносит. Блин, тачка прикольная. Ее даже продавать не хочется. Никуда не избавляться. Ее даже подписчику не хочется давать. Потому что почему-то хочется даже самому на ней покататься. Не знаю. Прикольная такая тачка получилась. Надеюсь, что номера мне хотя бы выпадут. Какие-нибудь нормальные. Так, давайте попробуем. Что-нибудь взять. Блин, у меня осталось 33 тысячи. Ё-моё. Так, давайте хотя бы купим ей номера. Что-нибудь такое. Вот сколько они стоят? 500 рублей всего лишь? Ну-ка, давайте. Покупаем. И Е488. Кстати, ЕВМ488. Там номера красивые. Их даже, может быть, оставить. Перекинуть, к примеру, на Ниву Шевроле. Вполне. Ё-оу. Красивые номера. Мне нравится. Прикиньте, бы выпало в 3 восьмерки. Я бы был в шоке. Вот это было бы реально очень интересно. Так, давайте. Теперь будем выезжать на трансу. И попробуем, опа, на суету наводить. Наводить суету. Но, ой, сложно-то как. Сложно, реально. Давайте попробуем хотя бы разогнаться до конца города. Посмотреть, сколько вот реально мы сможем нарастить скорость за небольшой период километров. Давайте так попробуем. О, мы наконец-то словили первый светофор. Ой, точнее, первый штраф на этой машине. Что это уже достижение. То, что она может ехать больше 100 километров в час. Ребят, 150. Мы просто прём. Мы летим. 150. Я в шоке. Давайте просто дальше ехать и смотреть, что из этого получится. Реально прёт, ребята. Реально прёт. Что за суета. Что за... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это красота, красота, красота. Воу. Вот это я на красоту попался. Вот это, да, я словил. Нормальненько так. Ну ладно, будем не расстраиваться. А ехать просто дальше и попробовать ещё как-нибудь дрифтануть. Ребят, с вас лайков за такой прикол. Интересно, получится ли у меня зайти куда-нибудь в поворот, к примеру. Я не знаю даже, получится у меня это или нет. Тут уже очень древний район. Самый Петербург у нас начинается. Но окей. Давайте дальше пробовать ехать. В принципе, так она себя на дороге ведёт нормально. Ну, кстати, Бенсона ест вполне очень хорошо. Я не знаю, докуда я сейчас доеду, но... Йоу-йоу-йоу-йоу. Все, кто напишет слово «Запорожец», обязательно попадут в моё следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Обязательно переходите по ссылочке в описании и качайте МТА-провинцию себе на компьютер. Потому что игра очень клёвая, достойная. Я считаю, что каждый из вас должен хотя бы попробовать в неё поиграть. Я не заставляю, но игрушка реально стоит того. Потому что я уже играю в неё с апреля месяца. И я бы хотел, чтобы каждый из моих подписчиков хотя бы попробовал в неё поиграть. Потому что, ну, проект действительно клёвый. И тянет его любой компьютер-ноутбук. Поэтому, ребят, обязательно, если у вас есть компьютер, и вы не так часто с него сидите, всё равно обязательно попробуйте поиграть. Игрушка стоящая. Мне лично она очень нравится. И... Ну, она топовая. Она топовая. Поэтому давайте вот так его оставим на парковке возле дома. И, в принципе, уже пойдём спать. Поэтому вот так, дорогие друзья. С вами был, как всегда, я, ваш любимый Ильич. И всем до скорых встреч.